Я решил сегодня этот разговор провести на основе конкретного дела последнего, которое происходило 21 марта в Рызыкле, и оно совершенно стандартное. Когда дело возбудился в банк, предметом этого иска была пара доперзения. Как обычно, человек все заложил, после чего у него возможности выплачивать кредит пропали, якобы с кризисом в связи. И теперь идет взыскание имущества. Ну, учитывая, что в кредитном регистре это официальные данные Банка Латвия, можно посмотреть на сайте нашего Центрального банка полтора миллиона человек, в общем, такая судьба, видимо, ждет нас всех. Просто все выстроились в очередь. Предметом иска была пара до педзения со стороны истца, со стороны ответчика, которого я представлял в суде, был выдвинут встречный иск, суть которого изложена здесь, и она заключалась в том, что мы обвиняли банк в том, что он обманул клиента. Ну и вот, пар мал давать за что он нас так туда дал. Несколько событий, в частности, и в этом деле тоже. Я чуть позже расскажу конкретно решение судьи по этому делу, в частности, об отказе принять этот встречный иск. Мы в процессе разговора увидим, что решение судьи было совершенно незаконным, и, видимо, сама судья это тоже сознает. Значит, это один момент. Значит, таких незаконных решений достаточно много в суде. Значит, надо отметить такую деталь еще, что я в суде выступал один. То есть, никакой садсинси там не было в суде, поскольку банк до такой степени уверен в том, что суд будет отстаивать интересы банка, что он написал в суд письмо. Прошу рассмотреть дело. В мое отсутствие. То есть, он туда даже не явился. И не явился он еще по одной причине. Банк было написано заранее письмо о том, чтобы он представил на суде доказательства определенной документы, которые для ИСА, я чуть позже об этом расскажу подробнее, это такое небольшое введение, для ИСА являются доказательствами того, что банк не имел возможности выдать кредит, о котором в этом деле идет речь. То есть, у него просто не было денег. Но, тем не менее, кредит он как бы итка выдал, а взыскивает по-настоящему. То есть, одну квартиру, вторую квартиру, дом, футорок, новый, все, все, что можно. Второй момент. Первый момент я обращаю внимание на то, что наша судебная власть в стране полностью стоит на стороне банков, и многие говорят, зачем мы выступаем в суде, поскольку заранее понятно, что вы проиграете. На что мы отвечаем, что нас не интересует, что скажет суд, нас интересует, что в суде говорит будем мы. Ну, поскольку на наше приглашение, я уже это говорил, являться в суд в качестве слушателей, поскольку это очень похоже на театр в суде. Значит, там первый акт, второй акт, дебаты, реплики. Это очень интересно. Кстати, следующий суд будет, когда я вам чуть позже скажу, хочу всех тоже туда пригласить. Намного интереснее, чем здесь. Значит, и после нашего сегодняшнего разговора будет все понятно, как в суде все происходит. И что делается. Так вот, второй момент заключается в общеизвестном факте, который происходит сейчас на Кипре. Как вы знаете, то, что происходит на Кипре, можно квалифицировать, как подрыв, вообще устоев того западного общества, на котором мы последние 20 лет мы основывались. То есть, я имею в виду частную собственность, которую людей просто отбирают. я напомню просто, что когда люди положили деньги на депозит с точки зрения закона о кредитных ущреждениях, но был депозит, это налдослицикли, козванка, глапа. Ну вот он глапал некоторое время, а потом решил полицию. В общем, не важно, как это называется. Это такой второй момент, надо продреть момент спорта, поговорим. Значит, все эти детали, на которые я обращаю внимание, значит, поведение суда, вот эта кипрская история, значит, она говорит о том, что никакой диалог с властью на политическом уровне, то есть там путем, да, прихода к власти, он невозможен, поскольку и на примере Кипра, и на примере Латвии, мы чуть позже еще на это посмотрим повнимательнее, значит, управление, или политическое управление в стране, оно находится за пределами страны. Значит, и Латвия сама является не субъектом управления, которое свои дела сама, своими делами сама управляет, а объектом управления, то есть и управляет. На данном случае Евросоюз и Федеральная лидерная система Соединенные Штаты, Международная банковская система. Итак, мы здесь обвинили банк в том, что он клиента обманул. И очень важно, собственно говоря, для чего мы выступаем в суде, и этот разговор тоже важен для того, чтобы как можно большее количество жителей в стране понимали, как работает сегодняшняя банковская система, потому что чем яснее будет это понимание, тем больше шансов на то, что народ Латвии сможет каким-то образом объединиться, потому что без этого объединения но фактически можно сказать, что народу вынесен приговор, в том плане, что ему предстоит в ближайшие годы раствориться среди других народов, исчезнуть и потерять государственность. Все, что я там не говорю, не про какой суверенитет. Поэтому, когда прозвучал такой тезис, что проблема, которая сегодня стоит перед латвийским народом, это исцелушина, значит, и решить ее можно только одним способом, это ну, можно сказать, путем объединения, можно сказать, более таким умным словом социальными технологиями, нового, то это абсолютно правильно. Значит, теперь перейдем к существу дела. Значит, забегая вперед, сразу скажу следующую вещь, значит, чтобы закончить мысль о том, что происходит последние 20 лет. Последние 20 лет происходит такая вещь, значит, весь народ латвийский работает, создает реальный продукт, в результате своего труда, и весь этот продукт уходит из страны, значит, полностью, мало того, что нам за него не платят, у нас все время увеличивается долг, то есть, сколько ни работы, значит, долг все время растет, на сегодняшний день он составляет, там, 44 миллиарда, но весь внешний долг, вместе с правительством, мы с людьми, 44 миллиарда долларов, можно посчитать, сколько на каждого получается, и вот разобраться в том, ну, это касается не до Галатии, у всех других стран, и вот разобраться в том, как происходит этот обман, значит, вот цель нашей сегодняшней встречи, значит, надо сказать, что у нас совершенно замечательный цивилл-якунс, в том плане, что там очень четко определено все понятия базовые, на которых можно основывать и не только исти, да, но и понять, что происходит. И первая статья, на которую я хотел бы обратить внимание, она ключевая в нашем разговоре, это 841-я статья цивилл-якунса, это первая статья в разделе «Летес песибас», которая определяет, что такое вещи вообще и какие вещи бывают. Законодатель пишет о том, что вещи бывают терминискос, летос, он без терминискос, летос. По поводу терминискос, летос, вещественные по-русски или материальные, вопросов на кого не возникает, это все, что можно потрогать, понятно, это материальный мир, с которым мы постоянно сталкиваемся, в котором мы живем. А вот что такое без терминискос, летос? Дальше законодатель это определяет, как права, требования, личные, имущественные, имущественные, он застыбастейсипас, то есть права, требования, и очень важно делает замечание. Циктал тасырмантос саставдатос. Вот пока мы с этим не разберемся, мы дальше не можем двигаться, это очень важная вещь. Обращаю внимание на следующее словосочетание, без терминискос, летос. С одной стороны, летос это то, что можно потрогать, с другой стороны, без терминискос, летос, это то, чего не существует. Бестерминискос. Как может быть, летос без терминискос? Значит, законодатель разъяснил, это права. Значит, тут у меня специально заготовлено, возможно, у нас будет еще время, мы с вами поиграем в игру, в первую республику латвийскую, если останется время. Здесь бумага, которая называется вексик, значит, это может быть любая другая бумага, на которой будет записана некоторая информация. Например, что я должен вилнесу, я здесь напишу, килограмм золота. Значит, сама бумага ценности никакой не имеет, можно было вообще на туалетной написать. Для векселя важны только реквизиты, чтобы по форме все было правильно. Дата, кому, сколько, и так далее, и чего. А ценности этой бумаги килограмм золота. Почему? Потому что, как только эта бумага с моей подписью попадет в вилнесу, у него появляется право требования на реальную вещь. на этот килограмм золота. Это понятно? Что за нематериальная вещь? Это просто информация, написанная на бумаге. но эта информация, как и любая информация, она нематериальная. Поэтому законодатель называет ее без термин вискослетость. Это права. но они не имеют вертебу ценность только в том случае, если у меня есть этот килограмм золота. Почему? Потому что, как только к нему попадет эта бумага. И по мне настанет срок 26 марта 2013 года, сегодня, что сделать вилнес? Пойдет с векселем к нотариусу, поставит протест и сразу без суда и следствия к судебному исполнителю с меня взыскивает. А у меня ничего нет. Вообще нет ничего. Вот. Получается, что я его обманул. Выписал ему фиктивную ценную бумагу. С другой стороны, если он все-таки с меня взыщет и у меня найдут полкилограмма золота, вопрос, какая ценность этой бумаги реальная, на которой написано полкилограмма золота, а сэглос у меня обеспечения, то есть у меня в имуществе, то, что он востребовал, есть только полкилограмма. Ты думаешь, рак стоит килограмм? Рак стоит килограмм. Но реально он получил полкилограмма. Ровно столько, сколько у меня есть. И больше у меня нет. Так вот, ценность этой бумаги внимательно. циктал тасер мантаса стабдаля. Вот насколько у меня есть имущество, настолько это и ценность. Если у меня вообще нет имущества, то это без терминского следа ценности имеют ровно ноль. Никакой. Вот с этим понятно? Всем понятно? Потому что, если это непонятно, да, а это ключевая вещь, она очень простая. Хотя звучит довольно, как это, таксиомарон, или катахреза, совмещение несовместимых понятий. без терминского следа. Но четко в законодательстве разъяснено, что это такое. То есть, говоря другими словами, любая ценная бумага, в которой удостоверены права требования, является настолько вещью, насколько у нее есть согласие, насколько она обеспечена. Вот. Если с этим мы разобрались, можем двигаться дальше. Забежим на секундочку на несколько десятков лет назад в Первую Республику Латвийскую в 1922 год и напомним, как происходила первая эмиссия, организованная Банком Латвии, национальной валюты. Во-первых, в законе о Банке Латвии четко было написано, что вся валюта должна быть на 100% в обеспеченное, потому что Латвия это ценная бумага, удостоверяющая право требования на то, что под ней, на этот секунд, на обеспечение. Если обеспечения нет, то она чисто фальшивая получается. Естественно, Бан Латвийская такой позволит в 1922 году не мог. в 1922 году именно этим он и занялся с 1992 года, то есть выпускает большевые дни. Но это чуть позже. А в 1922 году история была такая. В Латвии было определенное количество золота, сейчас даже неважно сколько. Те, кто осуществлял исполнительную власть и планировал хозяйственную жизнь республики в 1922 году примерно посчитали, что в Латвии было полтора миллиона человек, примерно прикинули сколько, исходя из цен в тот момент, надо единицы национальной валюты, то есть вот этих 5 латвиков, 20 латвиков, ну, это понятно. Значит, и посчитали, что если один лат будет 0,29 грамма, то вот этот кусок золота разделить на эти 0,29 грамма получит определенное количество латвов. И именно столько и выпустили. Небольшое количество, почему небольшое, потому что ну, вот ровно столько золота было. Сделай бы 0,2 грамма монет, в смысле, да, банкноты монет было бы побольше в два раза. Но выпустили столько, сколько надо. Все, золото на этом кончилось, оно обеспечивает этот первый выпуск. Дальше по мере того, как экономика развивалась, так, все, еще раз повторяю, каждая бумажка была обеспечена, на ней прямо было написано, если это было 25 лат, там было написано 7 грамм золота, если 50 лат, значит 14, и так далее. И всегда можно было прийти в банк Латвии, потому что выпустил деньги, деньги эти, банк Латвии, значит, соответственно, если он выпустил эти деньги, имитировал, то эти бумажки, которые называют здесь банкноты банка Латвии или Навдадзима, они являлись его обязательствами. Каждый, кто держал в руке эту бумажку, имел право требования к банку Латвии. И всегда мог убедиться, прийти к нему и, значит, ему подсыпали это количество золота. После того, как выпуск был сделан, деньги стали крутиться в экономике Латвии, дальше дополнительная эмиссия происходила уже по-другому. Она происходила следующим образом. Значит, люди выписывали векселя, которым требовались деньги, а денег уже было недостаточно, экономика растущая, в общем, очень быстро растущая. Намного быстрее, Китай какой-нибудь или азиатские тигры сегодняшние. Что делали? Они выписывали векселя, внесли их в банк Латвии. Банк Латвии вексель гражданина Латвии учитывал у себя и под этот вексель печатал ему латы. Латы оборачивались, то есть человек зарабатывал, скажем, получил 100 лат, заработал 110, и 100 лат вернул в банк Латвии, выкупил свой вексель обратно, то есть он без долгов. Еще 10 лат у него осталось прибыли. А деньги, вот эти 100 лат, которые он вернул, порвав в брусель, забрав из банка Латвии, они являлись обеспеченными на 100%, чем трудом этого человека, гражданина. Потому что это тоже очень важно понимать. Откуда берется в стране имущество? Оно берется только за счет труда. Никаким образом другим оно не падает с неба. Если что-то надо построить, это строят и так далее. то есть таким образом по мере того, как народ работает, создается имущество, дома появляются, дороги, ну и так далее. И вместе с этим имуществом, которое вообще в стране называется общественным капиталом, так же как и фирма, основной капитал. Общественный капитал с такой же скоростью растет и количество денег. Совершенно одновременно. Так же как кровь в организме. Растущий организм и кровь появляется. Вот так было до войны, до 40-го года. Это я рассказал принцип. Теперь как происходит все сейчас. Сейчас происходит следующая вещь. Значит, в 92-м году, когда был принят закон о банке Латвии, значит, в этом законе было определено, что обеспечение национальной валюты Латов будет являться монетарное обеспечение. Монетарное обеспечение. Что такое монетарное обеспечение? Это иностранная валюта, доллары. Вот первое обеспечение. Причем, обратите внимание, золото принадлежало в 22-м году кому? Государству, то есть всему народу. То есть, можно было грубо разделить это золото на полтора миллиона человек, и каждый получил бы кусочек золота. вот так все собрали и отнесли в банк Латвии. Принадлежало государство. На сегодня, то есть в 92-м году, Международный валютный фонд дал Латвии займ миллиард семьсот миллионов долларов, и вот эти доллары являлись обеспечением национальной валюты. сегодня дополнительным долларом еще появилась евро, которое тоже является монетарным обеспечением. Значит, есть ли 841-я статья, с которой мы начали разговор. Всем понятный физический смысл, права требований только тогда и настолько являются вещами, насколько они обеспечены. То я сейчас задам вопрос, перебегая сразу к той самой иностранной валюте, которая является обеспечением ЛАТ. Откуда? Ну, во-первых, что касается ЛАТа. Значит, если в 22-м году, 23-м, 24-м и так далее, вы пришли бы в Банк Латвии Первой Республики, предъявили латы, то вам Банк Латвии выдал бы золото. Если вы сегодня приходите в Банк Латвии, это может каждый проверить, Банк Латвии тут недалеко, в Риге, и предъявите ему латы, то он вам выдаст евро. Но конкретно мне он сказал, что у него долларов в данный момент нет, но евро он мне может дать по курсу, который, кстати, он сам устанавливает. Значит, у меня логика была такая. Значит, я пришел в Банк Латвии, говорю, вот это ваша бумажка, ваши обязательства, чем ответите за них? Они говорят, у нас в основе СЭБУМС это иностранная валюта, вот в данный момент есть евро, на. Я взял евро, говорю, а это обязательства Европейского Центрального Банка. А он чем ответит? Манк Латвии говорит, ну это ты туда, в Европейский Центральный Банк. Ну, послали на три буквы в СЭБУМС, я туда пошел. Значит, а что там выясняется? Выясняется следующая вещь, что европейский Центральный Банк выпускает евро по точно такому же принципу, как это подсмотрели, как это делает Федеральная Резервная Система. В чем заключается этот принцип? А принцип заключается в следующем. Возвращаемся снова к этой бумажке, про которую я сегодня уже упоминал. Она называется Лексель. В нашей стране эта ценная бумага, довольно жесткая, поскольку я уже говорил, требования по ней при наступлении срока без суда происходит. Протест нотариуса и судебный исполнитель взыскивает моментально. Это же самое, в Латвии регулируется законом о бекселях, векселя ликумс. Этот закон полностью соответствует с небольшими неточностями Международной Женевской Конвенции о бекселях 1930-го года, которую почти весь мир жертифицировал в частности США и все страны Европы, о которых мы здесь говорим. И миссия, что в Америке, что в Европе происходит следующим смешным образом. Я уже об этом рассказывал, сейчас еще раз просто повторюсь. Правительство, то есть Министерство финансов Соединенных Штатов выписывает вот такую бумагу. В латышке она называется Wallst Cassus Vexilis, по-английски United State Treasury Bill. Treasury это казна, ну, как, Wallst Cassus, а Bill это Vexil, по-английски. То есть вот такой вот Vexil. Ну, покрасивее, конечно, там, Eagle там, и все такое, это все детали. Суть бумаги юридическая, точно такая же. это обязательство Министерства финансов Соединенных Штатов. Выписывает на, скажем, 10 миллиардов значит, такой Vexil и внимательно следите за руками. В примере с Латвией это было бы, если бы это был бы Вилкс у нас, он министр финансов, да, вот. И он бы, этот Вилкс, отнес бы эту бумагу в другое заведение, которое называется Банк Латвия к руководителю Ревшири. Но в Америке это министр финансов Гайтмер, и относит он эту бумагу небезызвестному Бену Бернанке, который руководит Центральным банком Соединенных Штатов. Бен Бернанке Бен Бернанке под эту бумагу печатает сколько там, 10 миллиардов, 10 миллиардов долларов. себе бумагу себе бумагу оставляет. А 10 миллиардов долларов в обмен на эту бумагу отдает Министерство финансов. Значит, вот эта операция, где даже не три стаканчика, а два, значит, когда мы спросим, а чем же обеспечено было, каким имуществом этот вексель, выясняется же никаким. Вообще никаким. А чем заобеспечены доллары, которые под этот необеспеченный вексель выписаны? Ответ точно такой же. Ничем. Как же существует экономика тогда американская? Очень забавно. Давайте двигаться дальше. Пока все понятно? Понятно. Если задать вопрос, товарищу Гайднеру или господину Гайднеру, ты некрасиво же себя ведешь, что так же нельзя делать. Выписывать бумагу фиктивную фактически, потому что вексельное законодательство и Женевская конвенция четко предусматривает следующую вещь. Если бумажка вексель выписана без основания, без секунса, без паматомса, вообще без ничего, то она называется бронзовой, дружественной или безвалютной. Кстати, слово валюта происходит от английского слова вейлдер, что по-латышски это вэртэва. То есть она бесценная. Ну, в смысле, не бесценная, а неценная. То есть неценная стрелевая. А выписывание безвалютных, дружественных или бронзовых, не обеспеченных векселей это и есть нарушение законодательства. В частности, Международная Женевская конвенция. То есть некрасиво. Ну и соответственно деньги американские обеспечены вот такой же эффективной бумагой. И кстати, здесь слово дружественные векселя очень подходят. Даже Гайтнер там с Деном Бернанки дружбаном видимо. А что же дальше происходит? Если спросить у Гайтнера, зачем он это делает, он ответит так. Выглядит не переживает. Да, бумага не обеспеченная. Но смотрите внимательно, что дальше будет происходить. Дальше. Мы отдали вексель Центральному банку ФРС. ФРС напечатал деньги, отдал Минфинам. А Минфин исполняет закон о государственном бюджете США. То есть эти деньги, которые не обеспечены, ну 100% не обеспечены, чисто фальшивые деньги. Значит он отправляет в бюджет Министерство обороны, Министерство культуры, Министерство образования и так далее. Вот вот эти вот фальшивые деньги. Что происходит дальше? У каждого министерства есть свой бюджет, который принят в Сенате, закон по бюджету есть, точно все так же, как у всех, то есть по-взрослому все. Значит и дальше происходит такая вещь, эти деньги из бюджета начинают вливаться в экономику, потому что другого источника поступления денег в экономику нет. монопольные права на печать доллара есть только у ФРС. А монопольное право выписывать векселя госказны естественно только госказны. Значит, так фальшивые деньги рванули в экономику. Первое, куда они попадают, это бюджетникам, которые работают в этих же самых министерствах в виде зарплаты. Что происходит, если посмотреть внимательно на бюджетника? Бюджетник трудился целый месяц, в конце месяца ему этими фальшивыми деньгами заплатили и произошел обмен фальшивых денег на 100% фальшивых денег на 100% вот за месяц сколько человек натрудил. Не важно, что он делает. То есть его обманули на 100%. Но это не все. Деньги, которые он получил, они обеспечены чем? При выписке нет ничем. Но в тот момент, когда он их получил, вот на руки, они обеспечены уже чем? Его трудом. Если бы он не трудился, ему бы эти деньги не заплатили. И вот дальше эти обеспеченные деньги начинают двигаться по экономике. Он идет, ну, если это бюджетник, магазин, ну и так далее. Точно так же, точно по такой же схеме эти деньги, значит, двигаются в экономику и постепенно от человека к человеку, от фирмы к фирме начинают, как бы в экономике крутиться, все начинает двигаться. То есть происходит за счет финансовой системы, кроме производственной деятельности, еще и деятельность по распределению произведенных продуктов. То есть люди могут обмениваться. Товар, деньги, товар. Значит, что происходит дальше? А дальше возвращаемся к господину Гайтнеру, который выписал вексель фальшивый, не обеспеченный. Значит, и смотрим, что происходит. Значит, происходит следующая вещь. Государство декретом, значит, указывает, и у нас точно так же в Латвии, прямо написано самоксат. Значит, это я говорю о налогах. То есть часть имущества, произведенного каждым в стране гражданином, то есть резидентом налогоплательщиком, должна быть в деньгах уплачена в бюджет. Ну, для этого целый фискальный аппарат есть. интервал сервис ревеню на РС, который следит за тем, чтобы там народ не баловался и все платил. Строгло же. Значит, и что получается? Значит, деньги, которые вылились из бюджета фальшивые, в процессе обмена стали обеспечиваться трудом и возвращаются в бюджет в виде налогов. То есть один миллиард, ну или десять миллиардов денег бюджет слил в экономику и из экономики получил ровно столько, если бюджет бездефицитный, сколько слил. То есть вот миллиард расхода бюджета, миллиард дохода бюджета. Остальные, но уже обеспеченные деньги, крутятся там, в экономике. Вроде все по-честному. Деньги обеспечены. Но значит есть два момента. Во-первых, по мере того, как деньги двигались волнами, потому что самые первые, кто получил эти деньги, они больше всех получили доходы. А самые последние, там пенсионеры, ну и так далее, кто в самом конце стоит вот этих цепочек, по которым деньги расползаются, они получили меньше всего, потому что ценность денег по мере того, как они двигаются по экономике, падает. Значит, за счет того, что изначально они были фальшивыми. Но самое, нас интересует, не это, потому что американская жизнь, честно говоря, нас, в Латвии тут мало волнует. хотят они так со своим народом. Пусть, значит, американцы с этим разбираются. Вот в Латвии, еще раз напомню, было по-другому. По-честному, деньги, которые отправляются в экономику, были обеспечены. То есть, они являлись средством обмена. Если ты брал латы, то ты понимал, что на эти латы ты можешь либо золото получить, либо что-то эквивалентное обменять. А не так, что ты эффективные латы получил, золото отдал, и только после этого можешь обменять. То есть, за счет своего золота, а не за счет того, которое общественное. Значит, с американцами черт с ними. А вот у нас проблема. В чем она заключается? Я сейчас сказал, что если бюджет бездефицитный, большевых денег отправили туда 10 миллиардов, и также вернулось уже обеспеченное количество денег точно такое же. свели бюджет с Альтосбульда. Но в Америке ситуация, а также в других странах, производящих так называемую резервную валюту, значит, другая. Они что делают? Они имеют постоянный дефицит бюджета. То есть денег печатается, соответственно, вексель выписывается на большую сумму, денег печатается больше, чем приходит в бюджет. То есть все время есть дефицит. Вот эти лишние деньги, которые напечатаны, то есть еще раз, на примере, просто 10 миллиардов спустили, значит, а вернулось в виде налогов 9. Вот 1 миллиард просто фальшивый, он не обеспеченный ничем. Что они с ним делают? О! Они этот фальшивый, исключительно фальшивый миллиард на 100% дают в долг нам. Других у них нет. Значит, соответственно, мы, получив вот эти фальшивые деньги, делаем их обеспечением нашей нашей национальной валюты. А что происходит дальше? А дальше происходит следующая вещь. Значит, когда мы в стране работаем, мы должны, поскольку изначально мы уже должны, скажем там, полтора миллиарда, которые нам одолжили МВФ. Но я весь этот путь не показываю, как они попадают из-за ФРС в МВФ, специально созданная международная организация, созданная для того, чтобы помогать разным странам поднимать свою экономику. в долг и дают вот эти деньги веселые. Значит, когда в Латвии люди работают, они получают зарплату латы. Значит, эти латы обеспечены иностранной валютой. Если мы говорим про доллары США, то происходит следующая вещь. Когда Латвия, не важно кто, какой резидент Латвии осуществляет внешнеторговую деятельность и что-то продает за пределы Латвии, он получает иностранную валюту. В своем банке, поскольку иностранная валюта в Латвии ему не нужна, здесь все за латы, он обменивает коммерческими банками на латы. Иностранная валюта остается в коммерческом банке, но коммерческий банк латы не производит. Единственное место, где он может взять, этого банка Латвия, который обладает монопольным правом на латы, их эмиссию. Соответственно, он сдает евро или доллары в банк Латвии, получает латы, и этими латвиями рассчитывается со своим клиентом. А что делает банк Латвии с этими полученными заработанными латышом, неважно, лесопилил или там продал Финляндию, вот этими еврами или долларами. Он их кладет в обеспечение новой эмиссии латов, причем, поскольку он их не может держать у себя просто на счету, почему, потому что инфляция постоянно идет, и они ставят их в целом и так ноли считают. Значит, он на эти деньги покупает ценные бумаги того же Минфина США. То есть, ты же лепился. Теперь посмотрите, что получилось. В Америке они выпустили доллары, фальшивые. Та часть, которая крутилась в Америке, была обеспечена резидентами, их трудом. Абсолютно фальшивая часть вышла за пределы Америки, попала в Латвию, образовался долг. Значит, латыши, работая, зарабатывая для Латвии вот эту иностранную валюту, отдают ее обратно в Банк Латвии, и Банк Латвии на них покупает снова ценные бумажки, ну, в кавычках ценные, того же самого Минфина США. Почему он это делает? Потому что эта бумажка, по ней платится процент. Небольшой, но все-таки не ноль и не минус, как если бы он деньги просто держал. Теперь снова эти деньги, но внимательно, обеспеченные трудом нашим, улетели в США и крутятся там, в Америке. Деньги там не лежат на счету. Но уже обеспеченные. Значит, и этими деньгами платится налог в США, поскольку налог в США можно заплатить только доллары. То есть, получается, картина следующая, что если у нас, я очень поверхностно рассказываю, только для того, чтобы сэкономить время. Когда мы начнем задавать вопросы, на все ваши вопросы есть совершенно точные ответы на сайте банка Латвии. Таблички до последнего сантима все расписано. Кто, куда, сколько и зачем. Значит, точно можно посчитать, сколько денег украдено за эти 22 года. Потому что все, что я рассказываю, это самое настоящее крапшино в огромных международных масштабах. Значит, и за это товарищи, которые выписывают эту всю фигню, да, рано или поздно, я думаю, еще на нашей жизни, учитывая, как все быстро происходит сейчас, будут сидеть на скаме неподсудимых. Второй не вернабир. Вот. Значит, получается, что граждане Латвии налогоплательщики дважды платят налог с одного и того же дерева спиленного и проданного и обработанного и в Латвии и в США. Помимо этого, они еще платят проценты по этому фиктивному долгу, чтобы мало не показалось, я просто назову цифру которую тоже публично открываете бюджет Латвийской Республики за 2012 год и смотрите память бюджет цифру. Общий налог подоходный со всего населения 163 миллиона лат собрали и проценты, только проценты по внешнему долгу только правительство не по людям значит составляют 223 миллиона латв еще 263 миллиона весь налог в основном бюджет уже пошел бы не считать значит и 223 миллиона выплачивается постоянно понятно что в этих условиях значит никаким образом не поднять экономику нельзя значит долги только будут увеличиваться и увеличиваться но самое главное что я хотел сказать что вся эта мошенническая деятельность она начинается с Центрального банка Соединенных Штатов дальше такой же фокус с 2002 года делает Евросоюз это делает несколько иначе он тоже точно так же выписывает в зависимости от того какая страна побольше значит или поменьше соответственно больше или меньше эти векселя позволяются выписывать самые большие векселя выписывает Германия за ней потом Франция идет и так далее они тоже ничем не обеспечены точнее не обеспечены как они говорят будущими доходами бюджета потому что на данный момент как бы доходов нету в момент выписки соответственно имущества никакого нет нельзя обеспечивать ценную бумагу будущим имуществом что неизвестно оно будет еще или нет но по факту мы видим что его не бывает никогда столько долги все время растут вот такая вот история значит это общая картина того в какой банковской системе в какой вообще финансовой системе мы живем значит теперь надо понимать такую вещь что чисто формально юридически вот то что я рассказываю значит ну во первых это легко понять хотя звучит конечно психологически но для тех кто это особенно первые слышат странно значит а как живут все так живут да все так живут весь мир и это называется нео колониализм когда уже там не заплатили тебя с оружием и там тань собирают физически а просто монетарными способами платишь имуществом реальным имуществом налог в обмен на фальшивую бумагу ну чтобы примерно представить себе объем вот этого обмена значит можно посмотреть баланс соединенных штатов торговый там будет такая вещь из соединенных штатов ежегодно вытекает ну просто в мир вот соединенные штаты вот весь остальной вытекает примерно на 600-700 миллиардов долларов вот таким образом созданных как я тут показывал весело значит обратно втекает нефть газ металл ну в общем трудовые ресурсы интеллект я имею ввиду то что называется специалисты там высококлассные и так далее дети туда текут значит благодаря юридуальной юстиции то есть вот такой процесс происходит то есть народ как бы сам туда отправляет имущество в итоге получает необеспеченные деньги которые своим трудом потом обеспечивают из которого платят налог уже в соединенные штаты значит в Европе точно такая же история значит ну вот чтобы со всем этим разобраться непонятно куда идти и что делать потому что жить так дальше нельзя ну я тут не показываю я приготовил картинки там падение как бы населения в Латвии и так далее ну все это я так понимаю как мы хорошо живем все знают поэтому об этом говорить смысла нету значит мы выбрали место где можно взламывать а ее именно надо взламывать эту мошенническую систему значит выбрали местном суд потому что власть у нас еще раз повторю не является субъектом управления она вся управляется извне это видно хорошо кстати психологически когда приезжают в МВФ видно как ведут себя наши КСКД да чего изволите не дай бог вот их держат крепко за одно место но и это одна история а вторая ну я просто разговаривал со многими они вообще не понимают вот то о чем я сейчас говорю они просто не понимают ну то есть видимо не физики потому что физический смысл во всех законах присутствует именно физический значит место выбрали суд потому что исходили из того что судьи вообще весь судейский корпус Латвии они достаточно образованная часть латвийского населения их немного около 500 судей всего на всю страну значит и если люди будут подавать иски где подробно вот здесь все подробно расписано все о чем я говорю но более конечно корректным языком без этих пальчиков которыми я тут пытаюсь что-то показать значит растрога на основании латвийского законодательства объясняется как работает банковская система что такое процент или норма резервирования что она означает да и почему в результате банковский обман состоит в том что предметом сделки являются не деньги а вещи другого сорта и качества там кстати место в законе лаба ошибка ну в смысле в иске не ошибка а в статье где речь идет о займах девятнадцать девятнадцать тридцать четыре статья там написано штиресом лаба молетас значит попытаюсь объяснить то же самое очень быстро значит о чем здесь идет речь значит банк латвия установил такие правила но это не банк это конечно те кто этот закон написали и так сказать вынудили его подписать тут было девяностых девяносто первых годах кто помнит значит огромное количество всяких консультантов иностранных в агентстве приватизации сидели я так сказать с ними сталкивался вот они тут все значит только успевали на латышский переводить а все по английски было и по немецки многие законы у нас так до сих пор просто карпиас иностранных языков так вот единство родного у нас отселил якунс вот за него надо держаться очень крепко и не давать его изменять попытки такие постоянно с каждым годом все чаще и чаще со стороны праведства происходят и любой повод используется и последний повод это вот эти атри кредиты такая большая проблема значит что надо менять цивилликумс хотя концепция по изменениям цивилликумса была принята еще в 2006 году и по этому поводу есть распоряжение кабинета министров даже у меня там есть сейчас не будем отвлекаться значит в чем заключается вот первый пункт претензия банку встречная об обмене предмета договора если вы откроете любой договор с банком я думаю что многие здесь в отношении с банком я имею в виду кредитные вступали уже есть расчетные отношения есть еще кредитные вот там в любом договоре написано что является предметом договора и предметом договора является прямо написано деньги налога значит там не написано баскайтера налога или какими-то другими словами максимум нет просто написано налога вот если вы берете кредит платы там написано 9000 лат или 20000 евро поскольку латы выпускает только банк латвии а евро выпускает только европейский центральный банк и они только в одном виде существуют вот в виде бумажки ну банкноты то есть в виде наличных денег то соответственно предметом договора и являются деньги наличные это то что написано в предмете договора у этих денег есть монетарное обеспечение ну и про его качество мы уже поговорили но оно есть в законе написано монетарное обеспечение дальше если вы внимательно почитаете договор с банком и в этом случае в этом иске точно так же было и во всех остальных врезок нам значит там написано по анименс каким образом банк выдает этот кредит он там пишет по-разному но смысл всегда один и тот же значит перечисления на счет значит когда вот обман происходит на всех уровнях слова такие произносят парская тыумс вроде как что-то куда-то двигается с одного счета на другое создается иллюзия что-то происходит какая-то движок на самом деле учение происходит тупо бухгалтер в бухгалтерских регистрах этого учреждения которое называется кредит естыжу значит естыдм значит пишет значит просто что открывает вам счет в регистрах значит и пишет 10 тысяч у них это называется что они вас счет ваш счет кредитовали то есть просто записали 10 тысяч значит ну а чтобы вы увидели вам говорят а вы в интернет-банк загляните там будет там бы написано вот у вас на счету видите 10 тысяч появилось вот мы вам кредит дали и с этого момента все проценты щелкают кредит получил и в договоре так написано а денег не дали хотя предметом договора были деньги и значит можете пользоваться говорит банк можете перечислить туда что-то купить с карточкой ходить и так далее если хотите можете снять деньги наличными не вопрос сумел карточку в банкомат или в кассу пришел банк у тебя 10 тысяч на счету ты еще хочешь получить значит там 9 тысяч запишут и соответственно 1000 выдать наличные вот вроде с этим все в жизни сталкиваются все тут понятно кроме одной вещи вот теперь внимательно банк Латвия или любой другой центральный банк в любой стране выпускает банк ноты это банковские обязательства по-английски значит только в наличном мире значит ну про монеты я не говорю суть та же самая значит и этим банкнотам каким-то образом они обеспечены но за них отвечает центральный банк тот кто выпустил эти ценные бумаги но вот коммерческий банк когда вам говорит что у вас на счету там 10 тысяч неважно чего значит евро или латов он чего вам говорит на самом деле он говорит на самом деле что это бескайдра налда или бескайдра с максашина с лицикли или еще какой-то такой же фирмен чтобы понять что это такое надо просто открыть закон о кредитных учреждениях кредит естежу липунс первый испанс и там дано определение прямо весь раздел первая статья посвящена термине он ецель написано максашина с лициклис ир лициклис косляу та ле твотаем санем скайдру науду а понятно то есть если у меня на счету написано 100 тысяч или 10 тысяч значит это максашина с лициклис значит которые дают мне право получить у банка вот эти 10 тысяч если они здесь записаны если это мое право для банка это что конечно обязательство безусловно то есть банк выдал записал у меня на счету свое обязательство долг передо мной долг передо мной выдать мне наличные деньги долг вы думаете вы думаете что вам дали кредит вас развели в синах и это написано открыто в законе прямо максашина с лициклис это обязательство банка выдать наличные деньги возвращаясь к моему первому примеру если помните я тут с Вилнисом поиграл пообещал мне килограмм золота потом выяснилось что если полкилограмма то ценность бумаги бестер минус летос уменьшилось два раза а если у меня вообще не было золота то чистая фикция так вот с банком история такая с коммерческим банк вам обещает вам обещает и вам обещает вам 10 тысяч вам 100 тысяч но не важно кому сколько значит это зависит от того сколько вы ему принесете залога сколько вы своего имущества дадите банку столько он настолько он вас обманит если по-честному значит что он вам выдаст наличные деньги если мы сейчас откроем баланс банка с которым мы судились о что интересно вот это годовой годопарскоц сетбанка это тот который да парня я за ним хотел изыскать значит и смотрим он честно все пишет вот годовой отчет там все аудиторы проверили но видишь что у него тут имеется значит вот все его активы значит и вот в этих активах вот выданные кредиты значит 1 миллиард это в тысячах 1,8 миллиарда выдал видно да 1,8 миллиарда выдал значит кредита значит и все эти кредиты безналичные почти 2 миллиарда денег значит каждая запись на счету означает с точки зрения банка электронную долговую расписку банк говорит я обязуюсь вам выдать вот эти деньги наличными почему по определению в законе написано первая статья а сколько уже у него есть наличные смотрим прямо в годовой отчет где у нас вот они смотрите описано деньги в кассе и требования против к банку латвии наличные здесь это приложение 14 там все расписано подробно они очень подробно все в бухгалтерию ведут всего 34 миллиона наличными 34 миллиона наличными пересчитанные в латвии все деньги доллары евро в общем финская марка в латвии это все годовые отчеты в латвии значит вот теперь смотрите если вам выдали 2 миллиарда а у вас всего 30 миллионов может банк выполнить свои обещания ну невероятно просто невозможно потому что у него наличных денег нет против того что он обещал то есть это все чистое чистое просто я даже не знаю как это назвать нормативная лексика тут должна отплыть ненормативная неудобная значит это криминальный закон тогда вступает в силу потому что чистое крапшин или машиночество в чистом виде выдавать бумаги необеспеченные значит еще раз повторю если вы вспомните как это все происходило в первой республике то просто совершенно раздельно отлично теперь если мы повнимательней посмотрим значит то увидим следующую вещь значит такую вещь как облиго это резервная норма что она обозначает прямо на сайте банка лаквия открываете резервную норму там набираете или в поисковой строке или находите там написано что это означает это означает следующее как они рассуждают я имею ввиду современная банковская система они рассуждают следующим образом зачем вам наличные деньги у вас же карточка есть идите с карточкой и покупайте когда вы покупаете с карточкой чего-то что происходит значит они с вашего счета списывают вот сумму покупки купили на 50 лат и эту же сумму записывают на счет того у кого вы купили то есть вы ничего не получили и он ничего не получил просто учет ведется такой клиринг реальных вещей никаких за этими обязательствами банка не стоит самое страшное что может быть в этой банковской системе мы тут несколько раз в Латвии это наблюдали когда небольшой шорох там был если помните со своим банком и народ ринулся в банкомат это когда выясняется что там денег там нету наличных и банк сразу может рухнуть чтобы этого не было они так страшно переживают за свою банковскую систему что она начинает пугать общество с уголовными делами панику там и так далее ну на Кипре кстати деньги вынесли в первый момент сразу же то есть банкомат там поэтому вся банковская система на Кипре не работает то есть просто перекрышки нет банковской системы как же на Кипре существует не понятно значит теперь смотрите на самом деле что у нас происходит по структуре этих выданных денег значит из миллиарда восьемсот двух значит так сейчас секундочку вот всего выданных кредитов сколько из них в евро выдано а в евро выдано там у них все записано вот бельбукс 34 можно посмотреть я даже его здесь скачал если кому интересно вот там покажу в этом балансе значит вон полтора миллиарда это все евро Сэббанк выдает значит причем в евро у него в кассе находятся деньги в таком же соотношении как вот здесь 34 миллиона к 236 это безналичные деньги я сейчас еще раз поясню откуда они взялись почему это обязательство в банку Латвия самого банка в таком же соотношении то есть если посчитать 3 от 23 получается седьмая часть то есть соответственно евро у них реально от 30 где-то получается 4 миллиона вот и все это все евро которые в Латвии есть наличные против выданных обещаний на полтора миллиарда теперь самое главное что происходит такой очень тонкий момент во первых чтобы подвести итог вот под этими цифрами значит скажу следующее значит вспоминаем 841 статью где дано определение что такое бестерменный спецлетес значит это права которые обеспечены и права лишь настолько насколько они обеспечены значит соответственно если Макс совершенно слит запресс но выдавали на скажем полтора миллиарда а их всего там ну я не знаю 4 миллиона наличных то есть вот ровно на столько вот это вот и обеспечено если говорить о безналичных деньгах о расписках коммерческого банка по обязательствам выдать наличные у него их нету то есть эти деньги полтора миллиарда урована им цена в этого наличных 4 миллиона то есть сколько сколько есть вот ну вспомните да пример золота значит ну ужас то не в этом на самом деле ужас в другом смотрите что происходит банк когда выдает вам кредит значит все с этим сталкивались кто не сталкивался знают он говорит так сначала давайте оформим зал не важно коммерческий залог но больше всего люди сталкиваются и страдают от ипотеки значит оформим залог и после этого значит мы посчитаем сколько это все обеспечение стоит по рыночной цене риск оценим риск оценим и потом выдадим кредит евро почему в евро тоже интересный вопрос чуть позже мы его разберем на самом деле все очень просто значит смотрите что происходит что такое ипотека ипотека это имущественное право то есть это имущественное право в том смысле что оно обеспечено реальным имуществом человек берет свое имущество и право на него залоговое право передает банку а банк ему в ответ передает вот эти вот фальшивые деньги значит причем происходит вещь это таким образом что если вдуматься в саму ситуацию с разных сторон юридичных просто включить в голову здравый смысл получается следующая вещь что банк я почему покажу что он эти деньги ниоткуда не берет он их просто сейчас покажу как он их создает вот он эти деньги и создает это его право и на это ему панк латвии лицензию дает именно излая же абразива а у нас лицикли вот эти максы что у нас лицикли только в том случае если вы принесете ему имущество еще раз вы несете ваше имущество вы несете это имущество ему и он под ваше имущество выпускает свои обязательства значит еще раз значит смотрите значит это до такой степени вообще но два стаканчика в которых шарика нет значит смотрите внимательно у меня есть имущество у меня собственное мое я выписываю долговую расписку которая обеспечена моим имуществом все понятно я дал кому-то долговую расписку когда с меня потребуют мне есть чем ответить так значит этим вроде все понятно теперь возвращаемся к банку у меня есть имущество я его несу в банк и банк выписывает долговую расписку по которой отвечать по этой его долговой расписке он будет моим имуществом не своим а моим происходит происходит обмен совершенно безумный он мне ничем не обеспечены свои фальшивые обязательства а я ему свое имущество реальное термин искос летос неважно квартира дом или акции своего предприятия до такой степени мы все привыкли к этому разводу да что вот то что я сейчас рассказываю оно не укладывается в голове я очень много раз на протяжении последних трех лет разговаривал разговаривал с разными людьми в частном порядке доме конгрессов пытался такие большие семинары на 1200 мест ну там где много людей чтобы собирался эффект один и тот же пока они следят за моими руками и слушают меня значит шаг за шагом проходит ровно день или два они возвращаются говорят слушай вот я только одного не понимаю много я же получил я же пришел в банк я же получил деньги я же на них что-то покупал значит и все как бы вот этот вот мы нереальную видим жизнь то есть нереальный предмет а видим как бы через какую-то пелену на которой картинка нарисована в банке мы считаем это все зазеркали перевернуто мы так к этому привыкли что мы так это и видим стоит значит снять эту пелену значит раз на минуту а потом привычка а наша вторая натура и опять все закрывается то есть проблема здесь не в логике и не юриспруденция здесь абсолютно все понятно с точки зрения закона это абсолютное преступление чистое значит мошенничество и выпуск фальшивых денег и то что эти фальшивые деньги выпускает государство преступление вдвойне слушай когда это преступник выпускает ну понятно для преступника понятно он нарисовал деньги отдал вам всем но если его не поймали и получил имущество ага то есть дал ничто а получил реальное имущество все тюрьму понятно а как государство это делает свое собственное государство то есть нас все вот точно так же но это не укладывается в голове значит убить человека это преступление амирюма ваня политика то есть что вроде нормально нифига себе то есть размер имеет значение значит закроем она нам куда-нибудь понадобится значит мы останетесь на том что банк Латвия такие правила ну я все спихиваю на банк Латвии на самом деле банк Латвия здесь ни при чем он тоже такой же как мы все ремшевец в этом смысле от нас мало чем отличается если думать что он понимает что он делает глубоко заблуждает я сначала думал что он тоже гад нет лох вот мне его тоже жалко то же вред который он нанес в стране если ну как бы тут же неизвестно чем кончится потом же его к стенке поставят вот как меня с графиками только допрашивать будет по-другому трибунал какой-нибудь военный не знаю кончится все это не лезет или сбежит хотя куда тут бежать на гипр что ли да ну в общем вернемся так вот банк Латвии установил такие нормативы которые называются обязательные нормы резерва их суть заключается в следующем они устанавливают сколько коммерческий банк может произвести безналичных вот этих денежных средств макс ну скажем скажем на сегодня то он может произвести 25 безналичных денег это максимум что он может сделать ставка резервирования 4% по факту как мы видели если вот тут я только что показывал значит если посмотреть на СЭП банк у него норма резервирования 3% да она там колеблется поскольку по разным видам песоэстабилизы для привлекаемых активов она может быть и 0% и 4% и 2% но в среднем получается да здесь 3% значит то есть банк уже по законодательству банков банковскому мошенник да он уже мошенник он как бы ну по определению он выпускает деньги которые во первых значит не обеспеченные наличными хотя по определению Максиша наследит заклист это его обязательство выдать наличные то есть он врет уже сразу в 25 раз значит и устанавливает эти правила центральный банк и второе он эти деньги ничем вообще не обеспечены значит а меняет на имущество своего клиента в виде права на залог ну естественно вот это называется на банковском языке мультипликация значит денежная база денежная база это вот те наличные деньги которые Манк Латвий не печатал которые в обороте у нас у всех в кошельках значит и эта денежная база значит она банками пауэр или мультиплицируется где потолком являются вот эти вот проценты нормы резерва но банк может и не достигнуть вот этого количества один к двадцати пяти или один даже к тридцати как в случае с банком это зависит от того будут ли его клиенты приносить ему имущество поскольку без обеспечения он не может это создать эти деньги он должен чужое взять чтобы выпустить эти фальшивые деньги и система банковская так и называется мультипликативная залоговая то есть вы залог принесли он мультиплицирован чем больше залогов тем больше соответственно денег по мере того если продлить эту технологию дальше получится следующее банк все время всасывает в себя имущество чужое это имущество выпускает деньги поскольку этот процесс идет постоянно а центральный банк в силу того что балст кассос вексель выписываются всеми государствами которые вообще имеют право это делать то есть Евросоюзе ФРС банк Англии банк Японии и Швейцарии пять у нас таких эмиссионных центров значит происходит все время увеличение денежной так сказать в мире массы из-за того что растет долг хотя что здесь причина что здесь следствие не важно государственный долг постоянно растет мы тут еще просвет сейчас потом вернемся к сэпбанку значит что получается в итоге в итоге банк засасывает на себя имущество значит наружу фальшивые деньги выбрасывает и это перестанет когда этот процесс закончится когда все имущество которое есть у населения всосется в банковскую систему вот тогда все значит и хочу сказать такую вещь что не так давно в декабре на сайте МВФ Международного валютного фонда появилась небольшая статья на 72 страницы такая заумная с кучей формул но смысл ее очень простой статья такая дискутабельная касалась того а не пора ли вести МВФ пишет стопроцентно резервируем значит значит ну в этой статье надо сказать что МВФ ничего просто так не делает там сидят достаточно ну по масштабам мошенничества видите хорошие аналитики психологи и так далее значит и понятно что дело скорее всего идет к тому что банковская система второго уровня коммерческие банки свое уже отработала все что можно было отобрать у населения уже отобрано значит и можно от этой системы это уже моя честно говоря версия предположения но для нее достаточно фактов а история с Кипром она просто говорит о том что похоже начали эту значит модель пробовать притворять в жизнь если не будет коммерческих банков то жизнь будет выглядеть совсем по-другому то есть непосредственно государство будет эту валюту ну не номер банки печатать значит то есть часть посредников уберется значит мы остановились на том что значит возвращаясь к первому пункту претензии к банку что предметом банка были наличные деньги деньги выпущенные цепи банка и обязательства банка Латвия выданы были в кредит обязательства коммерческого банка если посмотреть на юридическую природу банкноты банка Латвии то во-первых она бумажна это документ во-вторых она отвечает и исторически так было всем реквизитам вексельного закона там подпись даже репша стоит ну то есть руководителя организации которая выпускала эту цену и по мере предъявления в любой момент она может быть предъявлена к погашению и погашение будет то имущество которое обеспечивает а вот по реквизитам вот этой виртуальной расписки которую банк считает что он выдал нам в кредит Макс это чисто долговая расписка где банк просто обещает выдать наличные деньги еще раз повторю по определению закона выдать наличные деньги в том количестве которое он записал у вас на счету вот ну естественно выполнить этого не может значит поэтому деньги это предмет договора а выданы были долговые расписки банка которые вот в процессе прямо в самом договоре были подменены значит а вернуть банк требует вещи которые вы заработали то есть он фальшивые вам дал а возвращать вы можете только отрабатывая свой долг отрабатывать вы можете только если вы что-то делаете получаете за это зарплату то есть уже обеспечены то есть вы дали вам необеспеченные значит деньги вы возвращаете обеспеченные причем возвращаете дважды потому что смотрите сначала вы потрудились построили дом это ваше имущество там ваш труд вы этот дом взяли отдали банку получили деньги и снова трудитесь ровно столько сколько строили дом потому что он не дает больше чем стоимость дома еще один дом отрабатывает и возвращаете ему значит вот примерно такая кофе можно по-разному об этом говорить но смысла этого не меняется значит чистое мошенничество и второе вторая претензия которая была привержена банку это то что он выдал кредит в евро значит закон о банке латвии тут вообще все с особым цинизмом вот просто с особым цинизмом закон о банке латвии то есть открываем читаем 34 статью 4 там еще 5 не важно ну везде написано венигайз ликумигайз максашанаслит с латвия что? латвия максашанаслит то есть расчетное средство что делает банк? он вам открывает расчетный счет в евро они что читают не убьют хорошо открываем целлюлим с статьем 18.33 написано четко все платежи осуществляются в латвии зачем законодатель это писал значит когда этот закон писался в 22-м году законодатель прекрасно понимал следующую вещь что если валюта иностранная то есть обязательство другого государства войдет в страну и начнет здесь крутиться то это значит что из страны начнет вытекать имущество то есть это все кровь выпивать из страны то есть нельзя это делать то есть система на эту тему так много написано уже ну я не знаю значит захватить кредитную систему государства все равно что оккумпировать ее тысячи я могу приводить таких изречений великих людей экономистов и политиков кого угодно но здесь речь идет о другом у нас есть прямой запрет законодательства то есть вот прямо нарушается закон значит мало того значит если открыть 18-19 статью цивилликумса там вообще написано что в иностранной валюте сделки по недвижимости невозможно совершать ну то есть вот все что происходит это нарушение законодательства значит в результате получается следующая вещь что если мы посмотрим в кредитный регистр там где все должники у нас переписаны то есть мы все там находимся то 90% всех кредитов выдано в иностранной валюте что это значит где Латвия может достать иностранную валюту только если она будет на экспорт что-то продавать ну совершенно понятно да значит то есть если мы тут начнем для себя что-то строить то нам самим это не достанется почему потому что мы должны вернуть эти евро мы должны все создадим неважно вырастем создадим или построим продать за евро чтобы вернуть долг значит если мы при этом понимаем что этот долг собственно говоря весь этот разговор сводится к тому что этот долг фиктивный он фальшивный то мы чисто теоретически если ну еще раз повторю народ до него дойдет вот эта мысль она не может дойти до всех одновременно она сначала должна дойти до суда ну должны быть лидеры мнений которые ну скажут людям которым люди доверяют что нас ну обманули чтобы народ возбудился и сказал ну хватит уже обмануть давайте значит отменим всю эту историю формально юридически это делается так берется конвенция венская 69 года и конвенция та же венская 86 86 года значит и там она посвящена международным договорам вообще в принципе международным договорам и между государствами и между государством и международными организациями типа мвф там ну и так далее имеющих статус и приписанных поводов и там есть статья 46 если не ошибаюсь где написано точно так же как в нашем цивилл делимся что сделка если она основана на обмане является недействительной но то что она основана на обмане тут даже доказать никто ничего не скрывает то есть как выписывается этот трижеребил селя германия эти бумажки значит казной все это совершенно известно спокойно и никто это не скрывает все публичные сайты педрезерва министерства финансов соединенных штатов ну ЕЦБ можно все смотреть пожалуйста никто на это не смотрит значит и это очень печально значит и в этой ситуации возникает вопрос значит что в реальности вот мы с вами конкретно можем сделать ну хорошо мы поняли допустим ну еще тысячу вопросов зададим еще поиграем на игру значит и в конечном итоге разобрались что у нас тут на протяжении 22 лет армана теперь возникает чисто практически вопрос а что делать значит у нас через власть вопрос этот решить никаким образом нельзя вот тот третий момент про который я не упомянул в самом начале я сказал про суд когда суд нарушил закон пообещал что я чуть позже расскажу как он это сделал тоже с особым цинизмом значит в прямую значит про Кипр сказал и вот сейчас вспомню еще один случай тут у нас Андрес Кожелс присутствует значит который разместил видео насчет своего посещения на центральной избирательной комиссии с особым цинизмом значит его ну никаких поймал их за руку что они подделывают документы значит никаких результатов нету то есть власть на народ ну просто откровенно как бы ну в общем вы там сами по себе а мы сами по себе значит мотивировка очень простая значит что по поводу евро значит что по евро принят международный договор значит и нечего тут референдума проводить ну примерно так да примерно так это неправда ложь на каждом шагу когда обсуждался вступление в Евросоюз вообще вся тема это был 99-й год там еще не было никакого евро она еще называлась эйка предполагавшаяся эта штука было 26 пунктов по которым Латвия должна так сказать и выполнить чтобы вступить да значит и еще был один момент что все решения совета Аугстока Падама которые были в 90-м в 91-м годах должны быть значит подтверждены значит в Саймпе то есть Саймп должен принять законы а не какая-то там Аугстока в Советской Республике Латвийской еще Падам значит этого не сделано то есть все эти законы которые на основании которых мы живем чисто с юридической стороны нелегитимны значит а по поводу евро просто вранье откровенно ничего по евро с ним международного нет и в том значит соглашении тоже обхождение в Евросоюз об этом ничего нет значит возвращаемся к вопросу чего делать реально в этой ситуации потому что еще раз повторю общение с властью нам ничего не даст они там живут по своим законам а народ по своим причем уже не живет и даже не выживает а насколько может разбегается а все остальные тут ну не удивлюсь если скоро сголку начнут обедняться как-то надо нужен какой-то инструмент значит поскольку у нас это я уже перехожу к выводам поскольку я понимаю что все устали да и я так долго говорить честно не привык сделаем небольшую паузу после того как я сейчас подведу небольшое резюме и кто захочет потом сможем еще продолжить более конкретно значит поскольку политически мы никак не можем влиять на эту ситуацию поскольку сама идея подать там в международный суд по поводу того чтобы договор с МВФ признать недействительным на основании там неважно какой конвент это ну все понимают что просто бред ну в сегодняшний год кто это будет делать значит остается только ну мы же все реальные люди поэтому надо с одной стороны надо как бы нам сохраниться то есть что значит сохранить народ это нам самим то есть объединиться сохранить страну народ потому что там дети будут наши вроде как жить ну мы так хотели бы они нет но мы да им нужна территория свободная от населения а нам нужна как бы территория да на которой будут уязвиться дети и на которой они будут счастливы значит поэтому поскольку политическими средствами мы не можем это сделать значит надо исходить из того что можем а можем мы сделать это экономическими средствами и вот тут у нас есть инструментарий который позволит народу объединиться значит и отвернувшись от власти построить совершенно альтернативную экономику значит прямо внутри государства то есть власть отдельная а народ отдельный и как бы это дико ни звучало это совершенно реально и инструмент такой есть и единственное что он как бы в два этапа запланирован реализовываться и первым таким шагом является вокруг чего вообще люди могут обедняться значит или общий враг какой-то есть и я тут пытался этого врага нарисовать потому что это общий враг и не только для Латвии но и для всего мира потому что это паутина она как бы всю планету значит сосет из нее соки потому что если посмотреть на карту мира и обрисовать ее в долгах то все страны в долгах все нет что одна страна и кто-то тоже нет все в долгах и США а США больше всех все все 90-го Куба 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 да Куба да извините значит ну я имел ввиду те 196 стран их меньше действительно чем все которые входят в международные имеют центра такой же систему центральных банков и входят в этот банк международных расчетов которые в женихе стоит за башню вот эти все в долгах значит и все они должны собственно говоря бенивстаром международной банковской системы то есть это такая социальная болезнь паразитизм значит который высасывает из всего из всей планеты кровь имущество ну в общем жизнь и собственно говоря даже не скрывает такую цель что у нас тут много стало и пора нас в общем есть тысячи способов сегодня технологии такие что значит можно и поливать и посыпать и распылять все так что мы находимся довольно в опасной ситуации поэтому что называется звучит даже диковато но праведление смерти подобное это в общем очень близко к правде так вот заканчивая этот разговор я хотел просто сказать такую вещь что люди могут меняться когда есть общий враг или когда есть общая цель но вот насчет общей цели мы сейчас еще преждевременно говорим но поскольку общий враг у нас есть его можно струбулировать или обозначить как долговая нагрузка или долги мы специально создали инициативную группу значит такое общественную организацию которая она называется белый рыцарь Балтес Брунекс которая будет задумано объединить людей с целью их не только защиты от любого вида кредиторов потому что есть разные паразитные банки самые крупные адрес бедит эти все смс-клодиторы помельче но такие они и по противни это же общественная организация помимо того что она чисто юридически планирует защищать людей она будет предлагать такие же услуги но в 100 раз дешевле то есть не по 1200 процентов эти быстрые кредиты будут даваться а под 12 процентов годовых значит и вот это то что сегодня уже сделано тестируется просто значит после того как и если значит люди как-то будут обращаться за защитой это и будет сам процесс обиды система общественно построена таким образом что она не виртуально вот как сейчас эти социальные сети нет там у нас предусмотрено что в каждом городе в каждом районе будет представить живой представитель общества термин несколько следствий значит который будет встречаться с людьми которые обращаются за помощью неважно это быстрые кредиты или банк значит будет ему объяснять все это дело значит оказывать помощь и потом будет сеть юристов которые будут уже в судах выступать и не только юридически защищать но и я говорю будет она называется касса взаимопомощи то что мы создали да значит и значит людей можно будет выручать из разных ситуаций но насколько это можно будет делать зависит от того какая будет скорость сказать ну привлечения людей вот к такому предложению значит ну поиграть нам не удалось спасибо за внимание значит если есть вопросы то давайте может быть после двух-трехминутного перерыва пока там сегодня остыло неудача неудача но а они неудача Продолжение следует...